Часто на приеме возникает вопрос, доктор, это у нас запор или еще не запор? Так вот, по римским критериям 4 пересмотра, если в течение одного месяца присутствует два из следующих симптомов, то скорее всего это запор, чем нет. Итак, 2 и менее дефекации в неделю. Следующий симптом, если в анамнезе было чрезмерное сдерживание стула, если в анамнезе была болезненная затрудненная дефекация с сильным натуживанием, как итог плотный стул, если были позы сдерживания стула, если в анамнезе был стул крупного диаметра. Дальше, есть симптомы для детей, приученные к туалетику. Это если был хотя бы один эпизод в неделю недержания стула, тревожный такой момент, и введение дневника стула родителями очень помогает врачу на прием.